Я хотел бы сегодня услышать конкретное предложение по возвращению к последовательной проактивной политике с Республикой Польши. Еще раз подчеркиваю, мы не собираемся ни с кем воевать, мы не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, когда было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно. Но и нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями. Там, где нужно реагировать, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями. Что касается Бреста и Гродно, несут ответственность также и местные власти, у которых под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры. Давно надо было провести проверки курсов изучения странных языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, Александр Алексеевич Тавас касается, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок. Их немного таких проблем, но они есть. Возьмите в свои руки и разрумите. Надо принципиально разобраться по всем сомнительным объединениям и учреждениям. У нас всяких разных фондов, структур и представителей западных фондов куча. Это уже дело главы администрации, президента, организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся там вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто из кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государстве, мы будем их терпеть и с ними сотрудничать. Нет, значит под нож. Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубежом. Ну, слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто из кто. Нужно очень серьезно поработать над представлением общественности и западным партнерам так называемого польского вопроса. Потому что на Западе не все понимают, что происходит на самом деле. Соответствующий план, как я уже сказал, реализуется, но надо ускорить эту работу. Следует активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенные и послевоенные периоды, деятельности польских националистических бандформирований и не только польских, но и нашей территории, реваншистских устремлений, властей этих государств по возвращению контроля над отдельными территориями и регионами Беларуси, которые, например, в Вашаве до сих пор их именуют как Восточная Кресла. Официально действующий союз поляков в Беларуси, где недавно был избран новый руководитель, должен конструктивно работать на благо нашей страны, способствуя укреплению отношений. Мы абсолютно не притесняем польское меньшинство. Вот союз, пожалуйста, сотрудничайте, действуйте. Если что-то не нравится, информируйте правительство президента, мы вмешаемся.